Дача правовой оценки всем тем документам, нормативно-правовым актам, которые были в 2011-2012 году и тем решениям по строительству водозаборного узла. А в последней строчке напишу, что жители против и администрация города поддерживает мнение жителей на историческом месте, на единственном, а действительно, действительно на единственном клочке. Мы вчера вечером, я открывал вот карту, как она называется, когда все видно? Интерактивная. Интерактивная. Да, вот я действительно посмотрел, это единственное место здесь во всех окрестностях, единственное свободное место. И я даже больше прав, больше прав, мне так кажется, не за детскую площадку, а за футбольное поле. Потому что дети все равно, наверное, во дворах больше гуляют. Нет, я не сказал, что это не надо. Я так думаю, что спортивная часть и вот именно футбольная, волейбольная площадка, мне кажется, это для большинства жителей может быть еще важнее. И еще важнее, правильно? Потому что она может и круглогодично использоваться. Конечно, не в таком состоянии, как она сейчас. Как котов. Раньше использовала скотов. Да. Вот. Но вот по первому вопросу, по первому вопросу, вот у меня такое предложение. Если такое предложение будет одобрено, значит, это перерастет в мое решение. Я вперед забегаю, хочу сказать, чтобы вот таких больше не было, Анатолий Александрович, что вот была у вас встреча, что-то кому-то кто-то обещал, кто-то какой-то протокол составил. Значит, в понедельник, давайте мы утвердить его должны, давайте во вторник, до исхода дня, здесь вот на доске объявлений, должен будет висеть протокол нашей сегодняшней встречи с конкретными сроками и с конкретными исполнителями. Я вам жестко говорю. А чтобы это еще жестче было, я прошу интернет-пользователей, в зале есть, наверное, такие, да? Есть. Я прошу вас, в случае невыполнения данных пунктов протокола сегодняшней встречи, нарушения сроков, Пожалуйста, мне на электронную почту сообщение, лично на мою, копцик-собака-королев.ру В случае моего игнорирования таких сообщений, вот моего уже игнорирования, прямо губернатору напрямую посылайте, фотографируйте этот протокол и посылайте губернатору. Вот чтобы вы знали, какой будет здесь контроль со стороны жителей. Потому что я не для прессы, а я вам могу сказать откровенно. Вот я очень хорошо помню тот день, не только потому, что я горел на следующий день, но я помню, как мне было плохо тогда. Да, я вспомню, это было 18 июля, потому что 18 июля я лейтенантские погоны получил когда-то. Вот мне было так плохо, мне так было стыдно, стыдно было за нас. Потому что мы тоже, мы все, мы никогда не разделяли и не пихали, это они, это не мы. Сейчас было бы проще все спихнуть там на предыдущих товарищей, да, и сказать, вот они такие плохие, мы будем хорошие, нам нужно время. Ну, что тут, да, год прошел. Нет, нет. Мы несем полную ответственность, раз взяли мы на себя эту ношу. Как хочу процитировать две вещи губернатора. Это первый, вы знаете его принцип, житель всегда прав, а второе, о чем он часто очень говорит, и нам, и многим чиновникам говорит, простые вопросы школьники в школе решают. И на этой встрече он сказал, помните, да? А говорит, мы здесь находимся для того, чтобы решать сложные вопросы. И раз мы избрали себе такой путь жизненный, мы их и должны решить. Поэтому то, что касается первого вопроса, здесь действительно вопрос стоит остро, и я не зря вспомнил ту встречу. И сегодня я сейчас сижу и понимаю, что здесь необходимо все-таки этот узел разрубить. И в чем мужчина прав, который сказал, что мы ничего не делаем. Ну, ничего не делаем, это совсем громко сказано. Но я могу сказать, что и за этот год и от вас инициативы по правоохранительным органам не было, и мы немножко самоуспокоились. Я могу признать, я об этом, это один из пунктов, о котором я в прямом эфире на 10 декабря на телевидении тоже скажу. Что мы, мы, вопрос Бурковских полей, строительства, ВЗУ и сохранения зоны отдыха, она единственная тут зона отдыха, мы в этом вопросе тоже не сдвинулись с мертвой точки. Поэтому в понедельник, если вы одобряете, а, как мне кажется, другого пути нет, хотя я готов вышить ваше предложение, я думаю, необходимо весь пакет представлять в прокуратуру. У нас прокуратура достаточно серьезно и жестко к этим вопросам относится, потому что все те постановления, уважаемые друзья, все те... Я вам могу сказать одно, что я уже чувствую, что наша встреча в 2 часа не закончится. Поэтому не волнуйтесь, мы по регламенту в 14 часов зададим этот вопрос, у кого есть дела, могут уйти. Я, Дмитрий Герасимович и коллеги, которые со мной находятся, сегодня не уйдем, пока не ответим на все вопросы. И если надо будет кому остаться, поэтому, чтобы мы сейчас там не шумели, я обязательно каждого выслушаю. То есть мы уже планы свои, я по ходу перестроил, потому что я вижу, не все так просто. И говорильню эту мы должны действительно прокращать. Пока мне стыдно, несмотря на то, что я не ищу оправдания, что мы тогда здесь в качестве советников приезжали, что мы там все-таки участок разделили, чтобы не занимали, мы это сделали, это уже нашими руками было сделано. Я, вы знаете, начал работать руководителем администрации с 21 октября 2014 года. Глава города у нас избран 14 сентября 2014 года. Но ответственность мы несем. И в определенной степени мужчина прав, что в этом вопросе мы с мертвой точки, опять же, совместно не сдвинулись. По первому вопросу есть еще предложение? У меня дополнение. Давайте дополнение. Это первый пункт протокола. Направить обращение администрации в прокуратуру города 28, 29, 30 ноября. И давайте так, если вы не возражаете, давайте к этому протоколу, к этому протоколу, да, мы здесь, здесь председатель комитета по культуре, он будет, он сидит готовиться к ответу на мой вопрос. Значит, он мне сейчас расскажет, почему здесь свет делали только после обращения жителей. Он сейчас мне расскажет, кто тут в клубе директор, когда клуб работает, когда можно сюда обратиться. Здесь клуб, Анатолий Александрович, забегая вперед, и вам скажу, это как раз не только центр культурного досуга для жителей должен быть, а клуб должен быть, знаете, связью между администрацией города, главой города и жителями. И здесь вторым пунктом, пишите, должна быть открыта общественная приемная главы города. Общественная приемная глава города. А мы дальше по остальным вопросам поговорим. И поэтому мы повесим на протокол, а копию моего обращения, значит, здесь завести папочку по выполнению сегодняшней встречи, и копию моего обращения в прокуратура находится здесь, любой житель может прийти и ознакомиться. Пожалуйста, дополнение. Я, конечно, очень хорошая ваша речь, приятная, так, слушаешь прям, всему вам веришь. Если бы лично я и вот Синельников многие-многие не столкнулись с такой интересной вещью, понимаете, самокритика хорошая вещь, конечно. Но если бы она, это самокритика, были бы какие-то действия. Ну вот я буквально недавно, правильно, вы указали, я опять к этой площадке пока, о том, что площадка разделена. Так вот, она действительно, вот. Так что самое интересное, кадастровая выписка, я ее вам предоставлю. Получается, в этой кадастровой выписке вы указываете, что вот это остается площадка, якобы. Так и та, и другая официально идет, как подводозаборный узел. Но самое интересное, и та, и другая часть, я вам все представляю. Но самое интересное, когда мы заказали, нам просто посоветовали обратиться и сделать запрос о территориальности, то есть вот кадастр имеет определенное количество участков. Так вот, получается, что интересно, в кадастровом три участка подводозаборный, то есть, простите, тот, который был ранее, 2725, то есть весь вот этот, он числится, и два вот этих маленьких. Отсюда вопрос, для чего это нужно? А это для того, чтобы по СНИПам, которые полагаются определить, протащить установку водозаборного узла. Другого на всей площадке. Отвечаю, что в этом обращении будут приложены документы с просьбой отменить решение по всем участкам. Я еще раз хочу повторить. Неоднократно обращались, отменились. Если меня не услышали, в моем будет обращении написано, я повторяю второй раз перед камерами, в моем обращении в прокуратуру будет написано, отменить все нормативно-правовые акты по строительству ВЗУ на данном участке. Администрация города поддерживает мнение жителей о сохранении на данном участке детской, спортивной, футбольной, волейбольной площадки. В прокуратуру будет направлено с приложением всех документов, которые вы, Людмила Алексеевна, передадите нам сегодня. Постановление о аренде ОАО. Еще раз повторю. Все документы по ВЗУ мы обратимся с просьбой в прокуратуру, с приложением, естественно, всех дополнительных, спасибо вам, тех документов, которые есть. В соответствии с тем, что они не только противоречат мнению жителей, но, как вы и сказали, они противоречат законодательству, санитарным нормам. Мы с юристами это все обоснование сделаем. Завтра, в воскресенье, вот сейчас, Сергей Викторович, пока я говорю, пишите СМС уже, завтра всех вызывайте ко мне на 10 утра. Завтра, в воскресенье, занимаемся не в понедельник, а завтра занимаемся. В понедельник к исходу дня документ мною будет направлен в прокуратуру, повторяю, и во вторник здесь, в клубе, будет документ, копия моего обращения, для того, чтобы все жители могли обратиться. Если есть желание, Людмила Алексеевна, как вот у лидера, я готов в понедельник с вами встретиться в администрации и подкорректировать мое обращение, посмотреть, что я вдруг не так упустил. Может, даже будет лучше. Хорошо. Согласны? Да. Спасибо. 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 Пожалуйста. По первому, давайте так, чтобы мне просто...